Всем привет, мы Благовещенский. Привет, Илья. Фанатил поддерживает свою команду при любых раскладах. И это так было, и так должно, и так должно быть всегда. У меня вот были тогда терки с руководством клуба, чтобы создать ультра-аму. На, начался, ложился туда, днем сидел с нами. Ел доширак, пил пиво, курил сишки. Ехать за сборную, это вообще цирк. Я считаю, что это вообще прям, ну, блядь, фуфу, это не настоящий фанатист. Клуб развалился, говорю, ни хера на этом не вышло, естественно. Нет клуба, а нет движа. Здорово, Колян. Как бодрит духа? Отлично, например. Все нормально? Желтая гроза не беспокоит? Нет, я не верю, это миф. Это просто миф, который распространяют враги России. Просто смотрю, вот здесь буквально 500 метров уже Китай. Хоть сейчас пандемия, все закрыто, но мы вчера приехали. Ночью здесь по набережной, шляжевские китайцы пьяные. А это туристы. Китчина туриста обликом орали. Все нормально, все окей, особых проблем нет. То есть сейчас уже здесь нет никого, они все у себя работают? Ну да, экономическая ситуация в нашей стране сам видишь не самая лучшая. И поэтому им проще зарабатывать бабло, находясь у себя дома. Ты фанат клуба Амур Благовещенск, который сейчас не существует, правильно? Да, да, все правильно. Почему он не существует, что произошло, в каком году? Причина банальна, клуб развалился в 2014 году из-за отсутствия денег, из-за отсутствия спонсоров. То есть это так было всегда, у нас постоянно были проблемы. Нас клуб то в третью лигу выбивали, то он прекращал существование. Потом находился спонсор, клуб начинал свою деятельность заново. И вот так вот, то есть это было постоянно. В 2014 году уже последний спонсор, который тут был, ушел. Всего хорошего! И никто не берется за этот клуб. Так что его теперь нету. Перспективы есть какие-то клубы? Нет. Потому что не будет больше, да, пока? Ну, вообще, глушняк полный. То есть есть единственная молодежная команда, но там дети играют по 12 лет. Все. Когда вообще на стадионе образовался фанатский сектор? В каком году? Это был, наверное, 2001-2002 год. Тогда клуб, был фан-клуб так называемый. То есть я сам хожу с 2003 года, с весны. И, ну, как бы мы поначалу, мы были в основном скины, там панки, металлисты. Мы гоняли вместе с фан-клубом одно время. То есть фан-клуб, ну, такой советского образца еще, грубо говоря. То есть там люди, у них и кричалки такие беспонтовые, дудки вот эти ненужные. И, а мы тогда уже читали всякие фан-зины, заказывали с Москвы, там, Бульдог, Трасс Ньюз, РФВ. И, короче, мы уже тогда врубались, что это все, типа, отстой, это все не канает, и нужно делать нормальный движ. Вот. Но поскольку мы были скинами, панками и так далее, мы мутили, ну, так, в меру своих возможностей. Все в основном были студентами, опять же, денег ни у кого не было. Но мы бухали пиво на стадионе и в основном барагозили с местными ментами. Ну, там, то мы и стул кинем в кого-нибудь, то еще что-нибудь. Ну, в принципе, фан-сектор тогда собирал, ну, сколько, ну, не знаю, 30-40 человек, в принципе, на каждой игре было. Рассвет в каком году был? Ну, наверное, 2005-2008 год, потом. В 2005 году рассвет был связан именно с тем, что клуб вышел в первую лигу, да, этого он всегда играл во второй. И тогда более-менее пошел, ну, и приток народа. И вообще, в целом, популярность футбола, в принципе, и так для 200-тысячного города у нас было неплохо. Ну, народ в целом вообще ходил на стадик. А уже потом, то есть, когда вышли в первую лигу, это был, ну, прям достиж, все, достижение. И народ еще больше повалил, как бы полный стадион, все там давай-давай, и, соответственно, приток фанатскому сектору. Ну, это как, в принципе, всегда в России, когда команда выигрывает, за нее все прям, да-да-да. Как только, если команда где-то плывет там в жопе, грубо говоря, то все, соответственно, за нее никого нет. Но это фанатью не свойственно, фанатью поддерживает свою команду при любых раскладах. И это так было, и так должно, и так должно быть всегда. Сколько было на секторе вот рассвет? До сотни щей доходило? Сотки не было, все равно никогда. Ну, человек 40-30, когда совсем ништяк, то 60-70. Слушай, это был мультиколор, то есть, люди были, кто болел за ЦСКА, кто за Спарта, кто еще за кого-то приходил на сектор домашний. Или все были чисто за Амур, у никого не было другого клуба? То есть, все, каких розеток стояли? Ну, как бы это ни звучало смешно, но к Глорикам мы как-то вообще никогда не относились. То есть, у нас не было такого, что прям кто-то там гоняет за мясо, кто-то за коней, и мы прям, вау, там делимся. Все это было как-то без разницы. Мы все любили футбол, все любили эти угары, пьянки-попойки и тусовки. И мы как-то тусовались. Ну, вообще нас это не парило. В основном это были, конечно же, местные. То есть, именно такого, чтобы там кто-то, не знаю, гонял за бомжей, и там, во, а ты там гоняешь за мясо. Да нет, такого не было у нас вообще никогда. Шарфы, атрибутики сразу были в наличии? Нет, нет. Конечно же нет. Это все заказывалось, это все делалось. Это все, блин, ну такой период тоже. У кого-то было, у кого-то не было. То есть, что-то делал фан-клуб, что-то выпустили мы сами, те же розетки. Своими, так сказать, усилиями заказывали. Опять же, в Москве вышивку всю эту делали. Присылали нам три мешка вот этих роз. No remorse, no surrender, там, Амур и Благовещен. То есть, они сейчас, в принципе, раритетные. Тогда они вообще у всех были. Но сейчас вот ее найти, это раритет. То есть, к 2005 году сектор был полностью экипирован. Кто, условно, вот я живу в городе, Благовещен, в 2005 году смотрю, парни ходят на футбол, тоже хочу пойти на футбол. Прихожу, могу купить розетку, пойти на сектор и так далее. Да, розетки. Проблем не было с трибутикой? Не, не, не было. Розетки мы продавали прямо у входа. И это было абсолютно бесплатно. Никто за это не гнал, ни менты, ни там, какие-то сотрудники стадиона. То есть, тогда вообще времена были прикольные. То, что пиво можно было бухать прямо на стадике. Оно и продавалось около стадика, и никто не заморачивался. И как бы угар был. Это самое главное. Как это было отсеивание людей? То есть, или вот любой человек, условно, из этой девятиэтажки взял, пошел на стадион, купил розетку, с двами рядом встал, начал шизить, заряжать. Или все равно как-то приглядывались к людям и смотрели? Нет, ну, как бы, грубо говоря, костяк, да, определенный был. Конечно же, людей, кто там, ну, вообще это все мутит, да, делает такие вещи. А просто всякие левые пассажиры, ну, конечно, они бывали, но их сектора никто не выгонял. Потому что чем больше нас, тем, соответственно, кайфовее и атмосфера. Поэтому мы особо, там бывали и дети приходили, и там мужик, которому уже полтинник, он, да, я, типа, накатил там, да, я с вами хочу. Ну, единственное, конечно же, да, то, что он должен поддерживать то, что заряжаем мы, а не там от себя. Ну, понятно, понятно. Китайцев не было на секторе? Нет. Китайцев не было на секторе. 2005 год, рассвет движа, почти полный сектор фанатский, до 70 человек. Какие баннеры вообще на секторе присутствуют? Самый такой, может быть, масштабный перформанс, помнишь? Тогда перфов вообще, по сути, не было. Был в основном, ну, были баннеры, которые мы заказывали, просто разные знакомые, так сказать, портники, швеи, они шили эти баннеры. Ну, и там просто примитивные, знаешь, типа, вперед Амур, там Амур Благовещен, туда-сюда. То есть, тогда еще эта продукция вообще, она не была развита, так не было станков, которые делают нормальные, поэтому делались именно вышивные, либо рисованные. То есть, мы делали и те, и те, баннеры были самые обыкновенные, ничего там такого нет. Просто Амур Благовещен, там, да, эмблема клуба, там, где Тигр, типа, прыгает, ну, такая вот херня. То есть, перфов не было. Может быть, был какой-то кубковый матч, когда приезжала команда премьер-лиги, было такое? Нет, такого не было. У нас вообще команда премьер-лиги приезжала в 98-м году, это были кони, и это был первый мой поход на футбол. И батя, с батей, блядь, меня батя потащил на футбол, вот такого мелкого пиздюка. И по воле судьбы я попал на конский сектор как раз, как сектор. Там, во-первых, были деревянные лавки, и, короче, коней было человек пять. Ну, кожаные куртки, шарфики, РБВ, вот это вот, ну, знаешь, ЦСКА Москва, Красносидия. Они просто тупо пили водку и дико орали ЦСКА, и все. Вот, собственно, все мои впечатления. Больше в команды из пемьер-лиги здесь не играли никогда, стало время. 98-й год. Ага. А какие-то были, может быть, не знаю, протестные акции против клуба? Ты имеешь в виду против банкротства? Вообще, когда, может быть, там, ну, условно, своего воспитанника выгоняли, нанимали иностранца, фанаты возмущались, что-то заряжали против и так далее. Там, у руководства убирайся. А такого плана что-то было за всю вот историю? Так, как бы, если честно, нет. У нас и негр как-то играл тоже, но к нему все относились как-то так, не знаю, по-дружески. Ну, маленький город, здесь своя специфика, как бы, особо такого. То есть, с руководством не было траблов никаких? Нет, траблы, непонимание было, но именно так, как, ну, у некоторых вот клубов есть, как посмотришь, что там прям чуть ли не война, то такого не было, конечно. То есть, все было более-менее ровно. Ну, как-то, они нас понимали, мы их понимали и все было окей. То есть, руководство шло на встречу фанатам и, как бы, нормально контактировало? Ну, в принципе, да, нас бесплатно пускали на футбик. То есть, опять же, мы действовали через легальный фан-клуб, через официальный фан-клуб. То есть, стоял чувак, да, и, грубо говоря, я стоял и говорил, кого пропускать, кого нет. То есть, бывали левые люди, которые хотели легально зайти, да, нихуя не заплатив. Я, соответственно, говорил, эй, стой, я тебя не знаю, все, пошел нахуй. Я вас не звал, идите нахуй. Вот, а, короче, так вообще, ну, в принципе, все было довольно ровно. И мы даже хотели создать какую-то, типа, знаешь, типа в оба организацию. У меня вот были тогда терки с руководством клуба, чтобы создать ультра-амур. Ну, типа того, что, знаешь, как ультра-аслан. Типа сделать, ну... Турция, напряга, Хамура? Ну, как бы, это, сделать, короче, полноценную, ну, движуху легализовать полностью вообще. Но это, ну, клуб развалился, говорю, нихера на этом не вышло, естественно. Нет клуба, а нет движа. Слушай, а вообще на секторе кто собирался? Это были ультра-кузьмичи или это были какие-то уже зачатки около футбола? Ну, вообще, изначально, если брать, там, 2003 год, да, весна 2003, то есть, март, апрель. И, ну, там вообще было официально, во-первых, фан-клуб, который, да, по сути, это та же самая Кузьма, которые просто хотят там что-то поорать, помахать шарфиками, подудеть в дудку. Ну, и, собственно, мы, а мы это были как раз тогда местная банда скинов, которая, ну, не так давно зародилась. И, ну, пару панков приходило тоже с нами потусоваться. И, соответственно, мы как бы, ну, ну, тогда уже в то время мы вот стали, говорю, заказывать всевозможную литературу, чтобы, ну, узнавать об этом движи побольше. Мне вообще это нравилось. Все заказывали шмотки себе, Умбра, там, хулиганцы, прочие-прочие двостовочки. Ну, и, короче, стали уже мутить вот такую тему. То есть, мы с совками стали, как бы, ну, типа, давайте нормальные заряды. Они говорят, а что заряжать? Ну, и, как бы, делать было нечего, пришлось мне сесть дома и придумать пару зарядов, написать их на листочке и, как бы, начинать их заряжать. Потому что заряжать там машина Toyota нет, очко бегемота нет. Это вообще, блин, просто немного со временем, мягко говоря. Поэтому, короче, мы, ну, вот так вот, такой разношерстный состав. Ну, в принципе, в основном это была банда скинов. Окей, а как вообще банда называлась, бригада? Никак. У нее не было названия, мы себя никак не называли. У нас, кстати, и по фанатской теме никаких названий тоже не было. Мы одно время пытались создать, что-то знаешь, типа, там, какой-то Амур Тайгерс, типа, Амурские Тигры. Но это все как-то не прижилось, потому что никто нас так не называл, и мы сами так себя не называли. То есть, как бы, это все. И мы в итоге, сквозь годы, там, этих мучений просто назывались Амур Ультрас, и все. Амур Ультрас? Ну, да, просто примитивно. Коротко и ясно. Да. Кто были у Благовещенска, скажем так, оппоненты, если они были вообще? Их не было. У нас, как бы, такая фишка изначально, у нас все складывалось к войне с Владивостоком. Но волей судеб так вышло, что у нас, наоборот, с ними дружба. То есть, в 2003 году у них был выезд, и мы прыгнули на автобус. Причем, это был обычный автобус рейсовый, и их после матча выводили. И там просто всякое быдло начало побежать, и мы поддались вот этой вот, ну, общей суете. И тоже побежали, как бы, туда на них. Менты нас всех остановили, тормознули обычный рейсовый автобус, который шел с обычными пассажирами. Просто, вот, блядь, по улице. И они туда засунули, сколько их там лучей было человек. Ну, у меня один знакомый есть, который был тогда на том выезде. И, блядь, и это, ну, и мы там, давай на этот автобус прыгать, там, что-то хотели окно вынести. Ну, короче, херня. Короче, да ладно, тогда все разошлось, их отправили домой, и все было окей. И потом, через пару лет они приезжали, не помню, то ли на кубок, то ли не на кубок. Какая-то игра у них была в октябре. И мы тогда собрали, там, сколько, 20 рыл, чтобы полноценно на них мутить. Мы уже, как бы, поначитались всяких там вещей из Москвы. Думали, бля, мы тоже хулиганчики. Оделись по кэшелсу, умбра, там, ветровочки, кроссовочки, джинсики. И такие, думаю, ну, все, сейчас мы замутим. И что-то мы мутили, мутили. А они так получилось, что они в единый мод не собирались. Их было даже больше, чем нас, Владика приехала. Но они все разбрелись по городу. И тут три, там три. Мы даже выставили разведку, ебаный в рот. И, короче, что-то мы так и не замутили ничего. И пошли в итоге на футбол. Весь день простояли, просто вот в дворах пропили пиво. И так никого и не накрыли. Поперлись, короче, на футбол. Там с ними пересеклись. И, блядь, и в этот момент прыгать. И мы такие не прыгаем, и они тоже. И мы, блядь, стоим, начинаем обниматься. Здорово, здорово, вы как, вы че? И, короче, все окей. Ладно, футбол закончился. Мы пошли их провожать на вокзал, поехали. Вот. И там такой момент случился. Там был, были у них, ну, кто-то тоже там полна половина Кузьма. То есть были нормальные чуваки, а была и Кузьма с ними, опять же. И один из кузьмичей проебал свою розу, ну, в тралике, когда ехал. То есть он, ну, банально ей махал, она у него вывелась из руки. И по ней ездили машины. Один наш товарищ ее подобрал, эту розу, и забрал себе. И это уже было буквально у самого вокзала. И кто-то из них это заметил. Ну, и типа того, что мы, когда с ихними, с нормальными ребятами сели на лавках, также вот в ожидании поезда достали самогон, который они купили. Кстати, где-то у нас в Баховой Пади набрали кучу самогона. И, ну, принялись бухать. Тут появляются вот эти чувачки синие, которые, по сути, вообще, ну, к движу-то относятся по стоку-поскоку. Но они сами с Владика. И они начинают нам предъявлять ей, типа, давайте, отдавайте нашу розу. Причем, ну, один сразу прыгает на нашего чувака с ноги. Ну, короче, начинается махач, мы быстро даем им пиздюлей. Наши нормальные чуваки, опять же, которые были, все это дело разнимают. Типа, нехуй тут махаться. Потом состоялась битва небольшая 2 на 2 тоже. Ну, это как бы все не то. Ну, и мы в итоге все равно, мы остались друзьями. То есть, хотя, по сути, вот так вот я думаю, что если бы мы реально начали тогда враждовать, то это был бы толчок к обоим движим. То есть, если даже у них не было бы хабары на прицеле, то у них было бы благо, куда всегда можно приехать, обкатать кого-то и так далее, попробовать себя. То есть, КБК-кратасы дает прогресс, да? Ну, конечно, это был бы движ и для них, и для нас. То же самое, по сути, и с Хабаровском. То есть, у нас, ну, я не имею в виду война, что прям, бля, пиздец, ножами резать друг друга. Не, я имею в виду именно нормальные такие, ну, зарубы чисто, ну, как бы по фаерплей и так далее. То есть, чтобы не было, ну, жестяка. То есть, победил-победил, все окей, проиграл-проиграл. Как бы тут нехуй придумываю. То же самое с Хабарой. С Хабарой у нас вообще, по сути, нейтралитет. Хотя, вообще, учитывая тенденции, да, у нас ближе к войне все идет. Потому что, ну, нам не нравится ни их движ, ни их, ни люди, ни их, ни, вот, вообще. Ну, то есть, плюс к тому, что у нас, если учитывая, что половина после того, как Амур распался, гоняет за луч, то у нас и мы участвовали и в драках против Хабары. Поэтому у нас с ними такие отношения прям, ну, совсем. Хотя, когда... На грани? Ну, в принципе, они приезжали сюда. Была забива, что, сколько, 11 на 11. Я, кстати, как раз в Кельнике был, меня не было тогда здесь. Это было в августе 2014 года. Они приезжали сюда, они гоняют за молодежку. И у них, короче, был здесь какой-то матч с нашей, ну, какой-то местной командой. Может, даже с Амуром, я не помню. Ну, короче, с третьей лижной. И вот они, ну, привезли сюда 11 человек. Из них трое основных, грубо говоря. Остальные молодняк. Вот они хотели молодняк обкатать, ну, ну, блядь, наши пиздец. Выставили всю основу. Естественно, одна минута махача и пиздец. Но были там нормальные типы, которые махались, как бы держались достойно. То есть, ну, опять же, основные. Ну, малолетки, естественно, легли по-бырому. Вот, поэтому... То есть, из врагов не стоявшихся, это был Хабаровск и Луч. А в ту сторону смотрели, как Чита, например? Да, как-то с Читой, да, в принципе, да, можно. Но вопрос расстояния. То есть, нам что с Владивостоком просто невыгодно. Ну, потому что расстояние полторы тысячи кмэ. Что с Читой тоже полторы тысячи кмэ. То есть, такие расстояния конские. Вывести реальный состав на драку. Ну, это, блядь, ну, вывезешь ты пять человек, семь человек. Ну, как бы вывести... Мы во Владик вывозили двадцатку как-то. Это было, вот, опять же, четырнадцатый-тринадцатый год. Вот, когда более-менее у нас движ пошел. Ну, и клуб тогда же, собственно, и скуксился. Поэтому у нас вроде вот-вот оно пошло. Вот оно должно начаться. И все. Слушай, а друзья у клуба кто вообще? Да, по сути, все. Мы ни с кем не воюем. Мы не воевали ни с Иркутском, ни с Читой. Если они между собой там что-то терли, то нам это вообще было без разницы. Они вот сюда приезжали тогда, Иркутские. Ну, и мне потом Читинцы пишут, а что, типа, вы там хороводы водите там вместе туда-сюда? Я говорю, блядь, да пацаны. Типа, мы вообще ровно относимся, что к вам, что к ним. Как бы, что вы приедете, что они приедут. Ну, блядь, ну, скатали мы там, пацаны, мячик сграли на... Поле, ну, вместе, типа, дружеский матч провели фанатский. Ну, это как бы, чего там такого, ребята? Все окей. Мы бы особо... Вот с Хабарой единственное, с кем реально был возможен движ, это с Хабарой, учитывая вообще все последние, ну, тенденции. Да им самим это, блядь, выгодно. Просто они находятся географически. Вот Хабара, вот Владик, вот Благо, вот Комсомольск. У них три точки развития. Они вообще могут и там, и там, и там мутить. И почему-то они этого не делают. Вот, ну, я хера знаю почему. Давай к фанатской жизни, прям к такой. Самая адовая история, где, может быть, какие-то травмы были? Я не знаю, самая адовая история, это, наверное, когда я первый раз вообще поехал на выезд. Причем это был нихуя не ближний выезд, это был новосип, это трое с половиной суток в плацкарте. Тоже жара стояла, как сейчас, конец июля. И с нами был такой чувачок, он тоже одновременно мутил у нас движ, Вася Батарекин, он такой высокий, худой, блядь. И мы, короче, взяли два билета, ну, плацкарты, а он говорит, типа, я поеду по вписке, я платить ни за что не буду, зайду как провожающий, уебусь. Ну, тогда еще были большие гробы, такие, не такие, как сейчас РЖД делает, такие вот гробики, а именно нормальный полноценный гроб, куда мог, в принципе, положиться человек. Даже Батарекин высокий, да? Не, ну, он там, я не знаю, вот так вот, наверное, лежал в три погибели, но это было прикольно. И вот, короче, была дикая жара, полный вагон китайцев, они все ехали на запад, там, Екатеринбург, Новосиб и так далее, Москва. И вот мы, короче, втроем сидим, как бы, как сидим, этот лежит, там у нас все эти проверки прошли, жара дикая. Он, как бы, туда-сюда говорит, ребята, вы чего там, ну, это, выпускайте меня мне, я тут пиздец хуево. Мы ему кинули бутылку, ну, воды туда, он там ей поливается. Короче говоря, он, проехали мы Белогорск, ну, это сколько-то, два часа. И вот мы его выпускаем, и просто китайцы на нас смотрят, ну, просто дико, вот такой худой чувак в трикошках. Адидас, он выходит, и с него вода, знаешь, он как в бане побывал, вот просто, она с него, вот реально, вот так вот течет с него вода, вот прям на пол. И он сразу же говорит, бля, пацаны, давайте из трикошек делаем шорты сразу же. И я там беру какой-то пирочинный ножик, ему просто обрезаю вот эти трешки, он там, вот он весь мокрый пошел умываться в туалет. Ну, он доехал, я не верил, я думаю, блядь, да не дойду, блядь, трое с половиной суток ехать. Он попадался на глаза этому проводу, и туда-сюда, он на ночь ложился туда, днем сидел с нами, ел доширак, пил пиво, курил сишки. Все, и, короче, ну, блядь, мы реально доехали, мы вечером вышли на перрон на Васип главный, втроем, как бы он в этих обрезанных своих, блядь, сандалях. И мы, короче, пошли до чувака на вписку. Наверное, самая жесткая, самая крутая битва, это все-таки была на барже, в Ладике, когда мы втроем поучаствовали там с благи. Что такое на барже? Баржа это кафе, которое находится на набережной Владивостока, там, как бы, оно, грубо говоря, рядом со стадиком, есть вот там куча кафе, и вот одно из них баржевое, то есть, ну, оно такое, может отплыть, приплыть, но оно, сколько я знаю, никуда не отплывало никогда. Ну, и, короче, вот, грубо говоря, там состоялось, там сидел их состав 30 человек, нас было 25. Их это кого? С Кахабаровск. С Кахабаровск, а вы приехали за луч. Ну, да, мы приехали за луч поучаствовать в Дерви, и, соответственно, наши вот три, так сказать, наша маленькая группа в полосатых купальниках поучаствовала там. И вот там была, ну, жуткая травма, не знаю, чуваку сломали лицевую кость. Как это произошло в драке, ну, не знаю, там пару нокаутов было. Вообще, драка была, в принципе, очень хорошая, плотная, мощная, и именно это был город, то есть, это не был забив там, или там... Это прям день матча, да, накануне? Это прям перед матчем и было, то есть, было днем, матч 6 часов, а битва была где-то в час дня, ну, не знаю, ну, это было реально нормально, и я там кепку проебал. То есть, 25 на 25 там сошлись на барже все. Их было бы чуть больше, их было по тридцатку, у нас было 23-25, ну, там бас вмещал 23 места, и нас, ну, где-то так и было. Чья победа? Ну, луча, да. А они еще вынесли? Ну, в принципе, до дома победили. А травма была у Хабравчанина как раз? Да, у него была травма жесткая, сломали лицевую кость, то есть, ну, мы как бы, мы не сразу это узнали, но уже потом менты, как бы, и... Один наш чувак сломал себе, вот, который ездил, сломал себе вот этот палец, то есть, вот, об удар, не знаю, может, они друг другу сломали, блядь, кости. И вот он сломал себе его как-то нестандартно, как-то поперек, и вот он приехал тогда в травмпункт туда, ну, во Владиковский, и, говорит, я сижу, ну, в очереди там все дела за Лангетой, и тут начинают, говорит, как раз подъезжают бобики, а битву разогнали менты, то есть, ну, уже было все, в принципе, понятно, и тут менты появляются, там был путь отхода, и мы там все побежали. И, короче, приезжают менты, и он, говорит, я вижу, как начинают вот этих чуваков заводить просто, с которыми мы только что махались, и, блядь, думаю, ну, пиздец, и его там у одного был, ну, вообще, ад с лицом. А потом нормально все, парень? Как у вас судьба сложилась? Наверное, нормально, я не знаю, но мы даже скидывались бабками, даже я рублец уделил, думаю, а что, блин, ну, как бы, понятно же, что, да, в этот раз вдруг и брат. Да, все как ни крути, мы же все русские ребята, обычные парни с обычных семей, мы там не хватаем звезд с неба, но при этом, как бы, блядь, это, ну, ну, с кем, я же тоже там приложился, поучаствовал, соответственно, я тоже несу какую-то ответственность за это, за все, поэтому, как бы, мне было не стремно скинуть там денег этому чуваку, и, как бы, да и Владиковские скидывали пацаны, я вообще знаю это, ну, норм. Давай еще, чтобы уже грустную историю мы рассказали, давай какое-то смешное еще. Так, ну, эта история будет про говно. Так, короче, я со своим чувачком, со своим знакомым пошли как-то бухать до двух девчонок, ну, зима холодно, пиздец. Ну, и это, накупили там бухла продуктов туда-сюда, два пакета, у меня пакет у него, как бы, идем, 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 тут расформаторная будка, вот она пятиэтажка, куда нам заходить. Ну, он говорит, давай пасым, а я что-то так получилось, я его так смешил, ну, знаешь, постоянно, он ржет, 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 как бы, я говорю, погоди, подержи, говорю, пакеты, я сейчас пасую, типа, ну, зайдем. Он окей, и что-то я вот сказал ему такое смешное, что он начал еще больше ржать, и в этот момент он говорит, блядь, чувак, ты, говорит, не поверишь, что еще произошло. Я говорю, ну, я, как бы, держусь за хуй, стою, говорю, а что произошло, ну, как бы, я, говорит, обосрался. Я, говорю, в смысле, ну, я не поверил, я просто, ну, как бы, ну, думаю, блядь, ну, что, бухи туда-сюда, хихихиха-ха. Он говорит, да я, говорит, это, у меня, говорит, полные штаны, у меня, говорит, два подштанника, сейчас вот одни из них просто полные. То есть, и мы, нам идти к девчонкам просто на вечерний, так сказать, на вечерний уидиенцы, и у него полные штаны говна. Я говорю, блядь, слушай, братан, ну, ты пиздец, ты просто вообще выдал, подставил всю процессию, сука. Ну, и говорю, давай, что, говорю, заходи, сейчас, я ничего отменять не собираюсь, мы сейчас заходим, короче, к девчонкам, и делаем, ну, вещи, ты, говорю, беги в ванну, будешь мыться, хули. И все, и реально так и вышло, мы зашли, и он, говорит, Настя, где у тебя ванну? Она говорит, да, вон там, и он, говорит, бегом туда, просто, не, там все работало, и он там реально отмывался. Я уже сижу с девчонками, бухаю, а этот все в ванной там намывается, знаешь, там свои портки стирает, говна. Просто, ну, вот, блядь, ну, это история самая первая, которая мне приходит просто на ум. Чисто футбольная история. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, ну, вот мы на стадионе, там, в том самом, да, Благовещенском стадионе под названием Амур. Да, да. Сейчас, нет, стадион Амур, команда Амур, река Амур, все Амур, да? Ну, да. Скажи мне, только локал-тим или выезжали еще за клубы премьерки, может быть, еще какие-то клубы? Ну, в основном, конечно, локал-тим, но хотя у меня есть выезд за коней, у меня еще одного чувака есть выезд за коней, но, в принципе, тогда, в 2006 году, нам было без разницы, кони это мясо или, там, какие-нибудь динамики бомжи, и нам было интересно просто посмотреть, как вообще столичная движуха, ну, внутри себя ведет, и на выезде, и так далее, и вообще познакомиться с какими-то людьми, посмотреть, как у них там, а не просто читать это в фонзинах или смотреть, там, на видеокассетах. И поэтому мы, так, получилось, что на мясо мы не попали в августе, мы попали на коне и съездили, вот, ну, А так, вообще, Глор, Движ у нас не особо, все в основном местные, и как-то за местных топят, и похуй на все, на это. Отношение к сборной какое? Выезжали ли вообще, были на домашках, может быть, вообще, есть ли желание поддержать команду? Некоторые ребята выезжали, ну, я, знаешь, вообще, я лично, если меня спрашивать, я отношусь к сборной, сбродной нейтрально. Как-то, ну, у меня нет такого, что, там, ва, сборная, ой, все, там, надо смотреть. Да мне вообще без разницы, в принципе, выиграет, она проиграет, потому что нет фанатов сборной, есть фанаты клубов. А вся вот эта вот шелуха вокруг сборной, ну, это, блин, я не знаю. Я просто видел, когда я был маленький, в 2004 году, вот это тут Португалия-Россия, 7-1, и я просто вообще, я тогда разочаровался полностью в людях, как таковых. Людям платят огромные бабки, а им в падлу просто свою жопу поднять, чтобы докатить этот мячик до сетки. Вот и все, и как бы я... То есть в отсутствие клуба не готов выезжать за сборную на евровоезда? Нет, конечно, и вообще за сборную нет, за клуб можно поехать, даже за какой-нибудь... Даже я буду глориком за какую-нибудь Краковию или за Спартак-Москва, похеру, я там поеду за мясо или за коней. Это можно, но ехать за сборную, это вообще цирк. Я считаю, что это вообще прям, ну, блядь, фуфло, это не настоящий фанатизм. И мы идем с Темычем, я говорю, блядь, слушай, давай это, ебанем судью, уже матч как бы закончился, судья стоит в центре, мы идем вон там. А он говорит, ну давай, хули, я перепрыгиваю через эту хуйню, ну и менты, которые стояли в оцеплении, за мной, Тема, за мной. Короче, люди, которые уходили из тех трибун, а всех, ну, как бы, стадик был полный. Они начинают орать, а судья как раз на них смотрит и не понимает, и стоит, что они орут. А я бегу как раз на этого ебаного судью, подбегаю ему, бью ему кулаком поеблу, и, короче, это, начинаю бежать туда дальше. Там меня встречают менты, повязали меня вот здесь. Я, кстати, довольно долго убегал, пока мне какой-то военный не югнул мне в глаз. И, короче, что случилось? Нас закрывают на трое суток, покупали мы под майские праздники. Блядь, трое суток мы сидели в ВВСе с бомжами, кухонными боксерами, пьяными водилами и так далее. Трое суток кормили клопов. На утро нас выпустили. Ни штрафа, ничего. Короче, фишка не в этом, а фишка в том, что когда КДК, ну, дисциплинарная комиссия, выразила, ну, Амуру типа так и так, короче, вам штраф там 3000 рублей, что ли. Ну, там, блядь, штраф был не совсем гонский. И они, короче, прикинь, протестовали это решение и говорят, вы, короче, вот эти вот деньги, вот с тех вот задержанных, короче, вызымайте, а не с клуба. Клуб здесь вообще ни при чем. Слушай, ну, спасибо мне большое, что поучаствовал в нашем проекте. У нас для всех гостей есть подарочек. Это вот пивко, наше фирменное ИПА, и футболка размера L, не знаю, подойдет, нет, но если что, подкачаешься, будет нормально. И если можно, пожелания зрителям и авторам канала. Зрители смотрят футбольные люди, как правило. Желаю, что? Желаю, поддерживайте свои клубы, гоняйте на выезда и живите полной жизнью. Всем пока, всем спасибо, мы к вам приедем и всех отпиздим. Субтитры сделал DimaTorzok